Телеграм в январе ставил новые рекорды, а Павел Дуров успел повстречаться с принцем Дубая и сообщить, что Apple блокирует обновление мессенджера. Яндекс на выходных попал в неловкую ситуацию, а мат запретили. Что теперь будет с соцсетями и пользователями в них? Обо всем по порядку расскажу в этом видео. Канал Телеграммер приветствует вас, время начинать. Прошедшими выходными стало известно, что наследный принц Дубая Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум встретился с Павлом Дуровым и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития IT-отрасли, и в частности Телеграм. Кто не в курсе, как раз-таки в Дубае и находится штаб-квартира мессенджера, который, по данным Дубай Медиа Офис, оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. «Мы продолжаем приветствовать талантливых людей и идей в Дубае, предлагая благоприятную экосистему для их развития», — сказал в своей речи Хамдан Ибн Мохаммед Аль Мактум. В свою очередь, Дуров выразил признательность члену правящей династии заведения динамичного технологического сообщества, которое сыграло важную роль в стимулировании роста, инноваций и предпринимательства в технологическом секторе, в том числе и за пределами Дубая. На фотографиях, выставленных в сети, можно заметить, как Павел Дуров что-то увлеченно демонстрирует принцу. До сих пор подробности встречи еще неизвестны, так что можете в комментариях написать, как вы считаете, что могли бы обсуждать два этих молодых человека. У меня лично есть маленькое предположение. Конечно же, Дуров мог похвастаться потрясающими цифрами прироста пользователей и количества скачек его приложения, а соответственно, тем самым показав, насколько перспективным является Телеграм. Например, стало известно, что в январе Мессенджер сумел отодвинуть сам ТикТок с лидерской строчки рейтинга самых скачиваемых приложений. Об этом сообщила аналитическая компания Сенсор Тавер. Всего у Мессенджера зафиксировали за прошедший месяц 63 миллиона установок, что, например, в 3,8 раза превышает показатель за январь 2020 года. Больше всего Телеграм скачивали в Индии – 24% и Индонезии – 10%. В то же время приложение ТикТок в январе установили 62 миллиона раз. В пятерку лидеров также вошли Сигнал и Ватсап. Кстати, в связи с обширным резонансом в сети, как никогда стало актуальным правильно настроить параметры вашей конфиденциальности. Что нужно включить, а что немедленно отключить в каждом из приложений, я рассказал в недавнем видео на канале. Ссылку оставлю в описании. Павел, кстати, помимо того, что успел встретиться с принцем Дубая, также выделил время и для поста в Телеграме, где призвал пользователей к сдержанности на фоне протестов в России. Так, Дуров сообщил, что за последние недели его команда заблокировала публичные каналы, на которых пользователи выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов. Основатель Телеграма добавил, что на подобных каналах появляются угрозы и призывы к насилию, которые не соответствуют политике Мессенджера. Самое важное из этого всего то, и скорее всего поэтому Дуров и писал данный пост, что из-за этих каналов Apple не дает разрешения выпустить очередное обновление. Именно поэтому команда решила блокировать проблемные каналы с личными данными. Павел призвал пользователей к сдержанности и пообещал применять одни правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов. Прошу авторов публичных Телеграм-каналов не распространять призывы к насилию и личные данные других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Телеграм в App Store и Google Play. Отмечу, что практически сразу же после публикации свежего поста в онлайн-магазине Apple появился свежий апдейт Мессенджера. Не волнуйтесь, ничего важного там нету, только были исправлены некоторые ошибки. А вот буквально вчера, 8 февраля, Дуров снова порадовал пользователей новым сообщением, сообщив о том, что в январе Телеграм стал самым скачиваемым приложением и рассказал, в чем же секрет успеха Мессенджера. Ответ был лаконичен – последовательность. В течение последних 7,5 лет Телеграм стабильно поднимался в рейтингах популярных приложений. С момента запуска в 2013 году база пользователей Телеграм ежегодно росла более чем на 40%. Дуров также уточнил, что команда Мессенджера последовательно защищала конфиденциальность пользователей и регулярно улучшала качество и набор функций в приложении. Основатель Телеграм считает, что любой, кто верен своим ценностям, и регулярно для этого прилагает усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области. Это верно для любого человеческого занятия, спорта, ведения блога, искусства программирования, бизнеса или учебы. Думаете, это все, что произошло в сети? Ну уж нет. Яндекс, кажется, решили, что им все под силу. Ну и немного поговорим о мати в сети. Может ли кто-то быть наказан? И как это произойдет? Все это далее. Не забудь подписаться на канал, если не хочешь пропускать самые интересные и актуальные новости из сети. А еще эффективнее будет включить уведомления на каждый ролик и быть в курсе всех событий. Если ввести в Яндекс.Переводчики имя и фамилию президента России, то можно увидеть, что примеры, как употреблять имя Владимира Путина, очень занятные. Один из пользователей Твиттера заметил данную особенность. В качестве примера в использовании имени и фамилии президента РФ Яндекс.Переводчик предлагал несколько цитат из фильмов и сериалов. Например, «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов». Или же «Владимир Путин хотел тебя убить». Представители Яндекса уже ответили на этот твит, сообщив, что передали информацию команде на проверку. А оказывается, что если ввести просто фамилию Путин, там тоже можно подчеркнуть много чего занятного. Например, «Путин, когда был мальчиком, уже знал, что он хочет работать в ФСБ. Я та самая дамочка, которая выкинет этого Путина в мусорку». Ну, явно, кто ответственен за эти переводы, точно уж любит президента РФ. Кстати, на момент создания этого видео фразы все так же появлялись в качестве примеров. Можете сами проверить и убедиться. На самом деле, мне кажется, я знаю, кто это может быть. Это вполне может оказаться человек, который вне себя от вступления поправок, запрещающих публикации, с нецензурной бранью в социальных сетях. А вот как раз-таки вместе с началом работы поправок резко увеличилось и количество матов сети. Сообщается, что с 1 по 2 февраля россияне сделали 646 тысяч 100 публикаций с ненормативной лексикой в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Твиттер. Данные цифры сравнились с показателями за 3 и 4 февраля 2020 года. В эти дни было зафиксировано 426 тысяч 500 публикаций. Напомню, теперь после вступления в силу данных поправок соцсети должны выявлять публикации с матом и удалять их в течение суток. Автор инициативы, депутат Сергей Боярский, поясняет, что поправки не направлены на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях. Он говорит, что это лишь призыв, а все остальное будет на совести социальных сетей. Доблестный Роскомнадзор пока не запрашивал у платформ отчет о блокировке незаконного контента и в ближайшее время не планирует этого делать. На данный момент ответственности за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено, отмечают в ведомстве. Но тем не менее, оштрафовать соцсеть могут по другой статье, которая вступила в силу 10 января 2021 года. Она предполагает наличие штрафов в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей для юрлиц, которые не заблокировали запрещенный контент. Я уже сообщал об этой новости в сообществе и могу сказать, что мнения пользователей абсолютно разные. И вы, конечно же, напишите, что думаете по этому поводу. Читать ваши комментарии – одно удовольствие. А еще приглашаю к себе на канал новых пользователей, поэтому подписывайтесь прямо сейчас, ставьте лайк, дабы помочь продвижению этого видео. А на сегодня у меня все. Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда.